Сузуки GSF 1200 Бандит Модель пользовалась огромной популярностью, став в свое время хитом продаж, да и сейчас на вторичном рынке хватает предложений. Мотоцикл получился мощный, надежный и непехотливый, переняв таким образом все те достоинства, за которые владельцы и любят представителей серии GSF. Как и младшие представители линейки, вроде Сузуки Бандит 750 1200 кубовая модель имела стальную раму, весьма кстати напоминающая таковую от 750 кубового собрата и рядный 4-цилиндровый двигатель воздушно-массовного охлаждения. Коробка передач так и осталась 5-ступенчатой, а за питание мотора отвечали 4 карбюратора. Выпускался Бандит 1200 в двух версиях, обычной лишенной обвесы и S-версии, оснащенной пластиковым обтекателем. Субтитры создавал DimaTorzok Передние тормоза получились шестипоршневые суппорта, а также была изменена геометрия рамы. Кроме того, второе поколение Сузуки 1200 Бандит получило более мощное сцепление, увеличенный масляный радиатор, новые распредвалы и чуть измененный внешний вид. Самым большим плюсом стало изменение характера двигателя, так как конструкторам удалось избавиться от небольшого провала в среднем диапазоне оборотов. К слову о двигателе. Его характеристики в целом сравнимы с таковыми у ближайших конкурентов в лице Yamaha XJR 1200 и Honda CB1000. Мотор у Бандита очень тяговитый. Он способен выдавать 98 л.с. и 92 Нм крутящего момента. Он отличается мощнейшей тягой с низов, благодаря чему ему вполне по силам выстреливается светофоров с поистине пугающей динамикой. Верхами двигатель, впрочем, тоже не обделен. Чувствуются спортивные корни всей линейки GSF. А вот шестой передачи в коробке не хватает. Максимальная скорость Suzuki Bandit 1200 при этом составляет 230 км в час. Причем до сотни он разгоняется за 3,1 секунды, что сравнимо с мощнейшими современными спортбайками. Да, динамики 1200 кубовому бандиту не занимать. К счастью, японские инженеры тоже об этом подумали. Поэтому наделили свое творение адской цепкости тормозами. Установив на переднее колесо два 310 мм тормозных диска. Четырехпоршневыми, а с 2001 года шестипоршневыми суппортами. Задний тормоз состоит из 240 мм диска и играет роль вспомогательного. Кроме того, на Suzuki GSF 1200S в качестве дополнительной опции предлагалась система ABS. Подвески мотоцикла отличаются заметной жесткостью и небольшим свободным ходом. В плане комфорта Bandit 1200 явно проигрывает вышеупомянутому XGR 1200. Зато заметно превосходит его в управляемости. Бандиту по плечу резкие маневры, с которыми он справляется играющий. Хватило бы навыков владельца. Да и подрывной характер мотора тоже порой вызывает желание ехать в достаточно агрессивном стиле. Причины такой популярности Suzuki GSF 1200 вполне объяснимы. Простой, мощный, с великолепными тормозами и дерзким характером. Этот мотоцикл способен в той или иной мере на все. И по городу возить владельца от дома до работы, и подарить ему адреналин на треке или на пустом шоссе. И позволить поехать в дальнюю поездку за пару тысяч километров. Новичку его, конечно, не порекомендуешь. В силу его огромной мощности и нежелания прощать типичные ошибки начинающих мотоциклистов. Но опытные байкеры GSF 1200 весьма ценят. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok